Наш ответ в музее Гугенхайма. Именно так в Сантандере называют вот это грандиозное сооружение, которое сейчас вы видите у меня за спиной. Привет, друзья! Вы смотрите канал Другая Испания с Еленой Вивас. И я продолжаю вас знакомить с севером Испании. И сегодня у нас небольшая прогулка по Сантандеру. В начале 90-х годов, когда фонд Соломона Гугенхайма искал в Испании площадку для строительства своего музея, в том числе рассматривался и город Сантандер. Но власти города по каким-то непонятным причинам не согласились на эту авантюру с американским фондом. И вот проходит время, и Сантандер понимает, что упустили свою золотую жилу. Но благо, еще в 70-х годах XX века банк Сантандер создал свой фонд по поддержке деятелей культуры. И вот этот фонд в 2011 году принял решение построить в Сантандере наш ответ музея Гугенхайма в Бильбау. В самом центре города, на территории садов Переда, в 2017 году и был открыт центр современного искусства Батин. Строительство центра изменило парк в самом центре города. И если раньше он занимал всего 2 гектара, то в ходе строительства он расширился до 4 гектар. И было посажено 70 новых деревьев. Посмотрите, как красиво цветут магнолии в начале марта. Расширили сады Переда в том числе и за счет того, что дорогу, которая проходила на месте там, где сейчас находится непосредственно здание центра Батин, эту дорогу убрали в туннель под садами. Изначально открытие центра Батин планировали в 2014 году к проведению очень значимого в Сантандере мероприятия мировой регаты. Но смерть Эмилио Батина, который возглавлял фонд Батин, и он же был по совместительству главой банка Сантандер, сместило открытие строительства на некоторое время. И вот в 2017 году, когда музей Гугенхайма в Бильбау праздновал свое 20-летие и невероятнейший успех, в Сантандере был открыт культурный центр Батин. Чтобы подчеркнуть важность этого события для города и страны, на церемонию прибыла королевская чета Испании Филипп VI и его супруга Летисия. С западной части от центра Батин предусмотрена большая площадка для проведения концертов и других культурных мероприятий с амфитеатром вместимостью 2000 человек. Сегодня это любимое место сбора местной молодежи. Отделка здания центра Батин выполнена из 280 тысяч керамических белоснежных полусфер, в которых, по задумке архитектора Ренцепиано, отражается океан и небо. Наружная структура здания центра Батин – это множество всевозможных смотровых площадок на разном уровне, с которых открываются потрясающие пейзажи, как на залив Сантандер, который входит в клуб самых красивых бухт мира, так и непосредственно на сам город. Давайте поднимемся на некоторые из них и полюбуемся этими потрясающими панорамами города. Продолжение следует... Продолжение следует... После проведения выставок фонд Батин выкупает некоторые экспонаты, как, например, вот этот, и украшает ими пространство вокруг своего центра, территорию парка Сады Переда. Я, конечно, небольшой эксперт современного искусства, хотя к этому стремлюсь, и поэтому не буду давать характеристику данным экспонатам. Пусть лучше это сделают эксперты современного искусства, а я ими буду просто любоваться. Это вот еще одна такая незатейливая скульптура в глубине садов Переда. Этот памятник в самом центре парка посвящен кантабрийскому писателю Хосе Мария де Переда, в честь которого, собственно, и названо это место. В основании скульптуры можно увидеть многочисленные сцены из произведений писателя, который описывал жизнь обычных простых жителей Кантабрия. Сам же парк Сады Переда был открыт в 1905 году, и открытие совпало с празднованием выставки искусства и промышленности, которая проходила в городе Сантандер. Сегодня это очень популярное место благодаря своему центральному расположению, близости к набережной и, в последние годы, конечно же, центру культуры Ботина. Ла Груа де Пьедро, ну или просто каменный кран, это еще один из символов города Сантандера, который обслуживал порт нашего города с 1900 года и по конец 20 века. Он использовался при погрузке и разгрузке торговых судов, которые приходили в порт Сантандера. Дело в том, что раньше порт располагался именно в этом месте и после некоторых знаковых событий был вынесен за пределы города. Здание старинного причала, в котором также проходят выставки. А это порт нашего морского трамвайчика. Отсюда каждые полчаса отходят очень милые деревянные кораблики, которые соединяют два берега бухты Сантандер. С одной стороны, вот сейчас вы видите, такой кораблик, который здесь называют Регина, отходит от Сантандера, и через 20 минут он будет на другом берегу, сначала в городке Педриня, который славится своими полями для гольфа и где находится одно из самых знаменитейших полей для гольфа в Европе. Об этом был еще один из самых первых моих видео, посмотрите в моих плейлистах. И следующая остановка у него в городке Сома, который является в Испании главным центром серфинга, поскольку мода этого вида спорта в Испании пошла именно из этого городка. Субтитры создавал DimaTorzok Понравился сегодняшний выпуск? Ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И до новых встреч! С вами была ваша Елена Вивас.